Спасибо, Татьяна Георгиевна. О новых изданиях, пожалуйста, Юлия Викторовна. Здравствуйте, дорогие друзья! И я расскажу о нескольких изданиях сегодня. И, как всегда, по традиции начну с журнала «Восход». Вы сейчас на экране видите две обложки журнала. Это диптих. Ну, ни для кого не секрет. Они повторяют друг друга полностью. Правая и левая части диптиха «Агни-йоги» – картин Николая Константиновича Рериха. Это как два крыла, которые несут нас к свету. В первом журнале мы отразили наше почитание, наше уважение к нашим старшим, к нашим учителям – Елене Ивановне, Николаю Константиновичу и высочайшей иерархии. Мы дали их труды. И вот второй номер журнала, который сегодня мы представляем, который датируется апрелем и маем, и он объемом в 60 страниц, посвящен Рериховским чтениям. Можно сказать, нам с вами, которые сейчас продолжают то дело, доверенное нашими старшими. Первый разворот журнала – это слово Натальи Дмитриевны Спириной «Приказ свыше». Вы видите фрагмент картины Николая Константиновича Рериха «Приказ Рикден-Жапо». И здесь Наталья Дмитриевна пишет о том, что 24 марта 1920 года, то есть 100 лет назад, началось, ознаменовалось светом, которое приняла Елена Ивановна и начала записи учения живой этики. Этим мы открываем этот номер. А дальше на 27 страницах с объемом 120 фотографий вы видите репортаж с Рериховских чтений. Здесь все, кто присутствовали в этом зале, кто смог приехать, докладчики и просто люди из разных городов. Я думаю, что многие смогут на этих фотографиях увидеть себя. А те, кто не были, я уверена, листая журнал, почувствуют эту атмосферу, приобщаться к ней не только через трансляции, но и вот этот вот печатный номер сможет погрузить в атмосферу Рериховских чтений. Также здесь освещены и наши главные события, очень подробно освещены. Ну, например, открытие мемориальной доски. Конечно, к этому шли долгие годы, и об этом говорится, и говорилось в начале, во вступлении, как мечтала об этом Наталья Дмитриевна. Сейчас пока все границы закрыты, пока передвижения по нашей стране ограничены, но я уверена, что все, кто захотят увидеть и прикоснуться к этому памятнику, можно сказать, прикоснуться к нему, они обязательно приедут, как только появится возможность, и станут возле этого камня, смогут прочесть эти слова и запечатлеть себя на память. Дальше, конечно, главным тоже событием чтений это было письмо потомкам. И здесь, конечно, хочется сказать, что отзывы, какие мы слышали и получали о том, как это событие, какое это событие произвело впечатление на присутствующих, и я думаю, что не только на присутствующих, вот с текстом этого письма все смогут ознакомиться на страницах нашего журнала. И дальше тоже история его будет такова, что оно запаяно в капсулу вместе с подписями участников, которые присутствовали здесь, и заложено в основание камня с мемориальной доской. В конце этого материала мы поместили фотографию, которую тоже, я думаю, будут многие рассматривать, смотреть, искать в себя, но могу сказать, что это не полный снимок всех присутствующих, но все-таки большая часть людей, приехавших и участвовавших в Рериховских чтениях. В журнале помещены приветствия, пришедшие в адрес Сибирского Рериховского общества и в адрес конференции. И также в этом номере опубликованы два доклада, которые прозвучали на Рериховских чтениях. Доклад Аллы Михайловны Шустовой и Татьяны Георгиевны Шумеевой. И вот события сегодняшнего дня. Точнее сказать, после конференции, после чтений мы все оказались разделены, изолированы друг от друга. И в это время музей Рериха осваивает новый этап своей деятельности, который, можно так назвать, этап прямых эфиров. Апрель. Прямые эфиры, которые выходили 17 выпусков в апреле. Сейчас они продолжаются, но это первое начало, которое было положено, оно, конечно, тоже нашло место на страницах этого журнала. Предваряет этот материал небольшая подборка из граней Агни-йоги Людмилы Владимировны Ровиной, составленная Людмилой Владимировной. Я прочту несколько слов из этой подборки. Нагнетено пространство следствиями дел человеческих. Энергии порожденные ищут выхода и должны исчерпать себя на породителях своих. Укрыться некуда, темно и тяжко, но впереди свет. Верьте, ибо воистину неотвратим свет будущего, владыками утвержденного, им и идите, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя малодушия. И вот, мне кажется, эти слова очень ярко отражают то, что чувствовали сотрудники Сибирского Рериховского общества, сотрудники музея Рериха в своем духе, что они делали и творили, неся людям свет, наследие семьи Рерихов. Много фотографий, иллюстрирующих этот материал, на которых вы увидите и ведущих, и выступающих, и проводящих экскурсий, сотрудников, а также тех, благодаря кому это все было возможно осуществить, той технической поддержки, без которой невозможно выйти в прямой эфир. В журнале также мы, как традиционно, благодарим, сердечно благодарим всех помогающих осуществлять нашу деятельность. И последняя обложка – это картина, которая легла в основу трансляции апреля. Картина Святослава Николаевича Рериха и стихотворение Натальи Дмитриевны «Первая нота весны», которая начинала каждый эфир в исполнении автора. Следующее наше слово о вышедшем двухтомнике, вы его сейчас тоже видите на экране, «Двухтомнике тайной доктрины». Это издание подготовила международная организация «Звезды гор». Ну, говорить о нем много, я думаю, не стоит. Нам всем известно этой труды, но важным, и очень важным, на мой взгляд, является то, что сотрудники «Звезд гор» именно издали тот перевод, который был выпущен в конце 30-х годов рижским обществом. И Елена Ивановна, переведя этот труд, вот корректировала его и работала плотно с сотрудниками из Риги. И вот именно эти книги без каких-либо комментариев, без каких-либо пояснений, выпущенные Еленой Ивановной Рерих в мир, сейчас вот увидели свет. Это подарочное издание, такое очень красивое, вот его тоже можно приобрести. И третье издание, о котором нам хочется сказать сегодня. Мы с вами послушали прекрасное сообщение о Юрии Николаевиче Рерихе, и в мае мы отмечали его памятную дату. Юрий Николаевич, можно сказать, в последний месяц своей жизни увидел труд, участие его в этом труде было тоже очень большим. Он был ответственным редактором вот этого выпущенного издания Дхамапады. На экране вы видите именно историческую книгу 60-го года. Владимир Николаевич Топоров, который написал и вступление, и был переводчиком Дхамапады Спали, он также написал и комментарии к этому выпуску, к этой книге. И Юрий Николаевич участвовал в этом труде как ответственный редактор. К сожалению, книга была запрещена. Ее весь тираж был, можно сказать, арестован в типографии, и никто не собирался выпускать ее, чтобы она пошла. Я уже не буду комментировать, почему это тоже все это публиковано в воспоминаниях учеников Юрия Николаевича. То есть, книгу арестовали, и она бы не дошла до своего читателя, если не сказать находчивость Юрия Николаевича. Ему достался один сигнальный экземпляр из типографии. Каким образом? Наверное, чудом, можно так сказать. И он послал этот экземпляр послу Индии, у нас в России, Радха Кришнана. И когда из разных стран Востока, конечно же, Востока, стали поступать в Институт Востоковедения благодарности, что книга в серии Библиотека Буддика, вот об этом тоже сегодня уже Галина Дмитриевна говорила, вышла эта книга, этот труд, то ничего не оставалось сделать, что оказывается во всем мире уже знают, что книга вышла, чтобы не выпустить ее, чтобы она дошла до читателя. И несколько слов о самом труде Дхамапады. Дело в том, что она очень пользуется большим уважением и вниманием со стороны исследователей, потому что она составлена из изречений Будды и является памятником раннего буддизма. То есть это не уже там спустя столетия после ухода Будды из жизни. То есть это записи его изречений. И здесь в восьмой главе, которая называется глава тысячи, как раз и приводятся знаменитые слова Будды, которые мы все с вами прекрасно знаем и часто цитируем, о том, что если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой величайший победитель в битве. Юрий Николаевич величайший победитель в своей битве. И мы почитаем его с большим уважением и сердечностью. И вот эта книга Дхамапада, которую я сейчас держу в руках, она есть у нас в наших киосках, и именно здесь есть и статья Владимира Николаевича Топорова, здесь как раз перевод его и его комментарии, то есть можно сказать, что это повторение той книги 60-го года, которую курировал Юрий Николаевич Рерих. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...